Отчет карточка сотрудника можно открыть в разделах расчет зарплаты удержание и выплаты отчетность выбором команды карточка сотрудника на панели действий выберем раздел например отчетность и выберем команду карточка сотрудника откроется отчет в карточке сотрудника выводятся суммы каждого начисления удержания выплаты прочего дохода и итоговой суммы всех начислений удержаний прочих доходов а также начальные конечные сальдо расчетов сотрудника с организацией кроме того в них выводится данные об отработанном времени сотрудника времени болезни отпуска и другое поле сотрудник выбирается сотрудник на которого нужно сформировать карточку для того чтобы выбрать сотрудника следует нажать кнопку выбора откроется справочник сотрудники и выбрать сотрудника и справочника например кузнецова чтобы сформировать карточку на нескольких сотрудников следует воспользоваться подбором сотрудников который вызывается по кнопке подбор нажимаем на кнопку подбор и выбираем в отчет всех сотрудников работавших во втором квартале источник подбора вся организация в поле период отбора вводим период 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года и нажимаем кнопку подобрать в поле организации следует выбрать организацию на сотрудников которой мы формируем отчет организация сервис оставляем без изменения в поле за период с и в поле по выбирается период отчета период отчета можно задать вводом дат в соответствующих полях или с помощью формы настройки периода вызываемые по кнопке выбрать период нажимаем кнопку выбрать период и выбираем период прошлый квартал рассмотрим закладку настройки в этой закладке выбираются группировки их порядок следования а также задаются значения для отбора если сотрудники работают в нескольких подразделениях или местах работы то для них можно вывести данные с разбивкой по подразделениям или статусом работы для этого следует поставить флажки подразделения или статус работы либо оба этих флажка если выбраны обе группировки то с помощью кнопок вверх и вниз можно определить приоритет вывода группировки например выбираем статус работы и нажимаем на кнопку стрелка вверх статус работы будет первым группировки если первым списке стоит подразделение то сначала в отчет будет выведена группировка по подразделениям а затем по статусом работы или наоборот первая выведется группировка по статусам вторая группировка по подразделениям. Выберем все-таки в наш отчет первую группировку по подразделениям. Опустим статус работы вниз. Если в группировку необходимо вывести лишь выбранное значение, то следует в столбце «Значение для отбора» выбрать необходимое значение. Например, выведем для сотрудника данные по одному статусу работы. Для этого сделаем двойной щелчок мышью в строке «Статус работы» и поставим флажок у статуса работы «Основное место работы» и нажимаем на кнопку «Выбрать». С помощью флажков «Выводить начисления», «Выводить удержания», «Выводить выплаты», «Выводить прочие доходы» можно выбрать, будут ли выведены в отчет начисления, удержания, выплаты и прочие доходы. Если снять все флажки, то в отчет будет выведено только отработанное время и начальное и конечное сальдо. Если в отчет нужно вывести не все начисления, удержания и выплаты, то в соседнем флажком поле следует выбрать те начисления, удержания и выплаты, которые будут выведены в отчет. Например, из удержания выведем в отчет только НДФЛ. В поле «Выводить удержание» нажимаем кнопку «Выбора» и выберем элемент НДФЛ. Ставим пометку и нажимаем «Выбрать». А из «Выплат» выведем только выплату зарплаты. В поле «Выводить выплаты» нажимаем кнопку «Выбора» и выбираем «Выплата зарплаты». Ставим пометку и нажимаем кнопку «Выбрать». Прочие доходы в отчет могут быть выведены только все. В группе «Виды времени» включаемые в отчет. Можно выбрать виды неотработанного времени. В группе «Виды времени» выберем подходящего сотрудника. Например, Тараторкин Александр Викторович. В столбце «Месяц» у нас вывелись периоды, подразделения и статус работы. В графе «Отработано» у нас вывелось отработанное время – дней и часов. Также вывелась дополнительная графа «Больничный». У Тараторкина было в апреле 7 дней на больничном и в мае 11 дней на больничном. Вывелось сальдо начальное, вывелись начисления, материальная помощь, оклад, больничный, надбавка, заслуженность и напряженность. Итого начислено. Далее вывелось НДФЛ, одно удержание, потому что у нас было выбрано в столбце. Итого удержано. Вывелась выплата. Вывелась выплата зарплаты. Итого выплачено и сальдо конечное. Сформированный отчет можно посмотреть по кнопке «Предварительный просмотр», расположенной в заголовке окна формы. По кнопке «Печать» его можно распечатать. А по кнопке «Сохранить» можно сохранить отчет в файл на диске. Закрываем отчет. Закрываем отчет.